В Москву съехались более 120 ребят из всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Казахстана, Белоруссии, Украины, Италии, Франции, Германии, Греции. Всего же участниками первого международного конкурса детского рисунка имени Надя Рушевой были более 15 тысяч человек. Надя Рушева – это молодая художница, которая за свою короткую жизнь выполнила более 10 тысяч работ, которым до сих пор восхищается весь мир. Раньше этот конкурс был всероссийским, и мы также в нем побеждали. И два года назад нас приглашали в Кремль, в Государственный Кремлевский дворец. Мы приезжали, группа шахтинцев, юных художников с преподавателями, и были на церемонии награждения. Были очень восхитительные такие моменты, они запоминающиеся на всю жизнь. И вот сейчас это уже статус конкурса вырос, он стал уже международным. В число победителей вошли воспитанники Анны Басовой, Веры Вощинской, Ирины Костру, Людмилы Стародубцевой, Наталья Солодниковой, Надежда Мельника, а также четверо учеников Маргариты Ситниковой. Одна из них – Анастасия Бойкова. Она участвовала в номинации «260 лет Российской академии художеств». Я изобразила художников, которые рассматривают проекты юных художников в Академии художеств. Работа была выполнена гуашью. Я хотела показать всю атмосферу Академии художеств, тех людей, которые там работают. Я изобразила их в возрасте мужчин и пыталась одного из них сделать похожим на президента этой академии, на Зураба Церетели. Награды «Лучшие из лучших» получали из рук самого Зураба Церетели, президент Российской академии художеств. Говорил немного, он лишь пожелал всем ребятам творческих успехов и сказал, что даже профессионалы уступают в мастерстве этим детям. Они – богатство России. «Были в его галерее искусств, она называется «Яблоко», потом мы ходили по его музею. В музее прекрасные работы, не только скульптуры, не только монументальные скульптуры, там рельефы, барельефы у него, шамот, эмаль. Он еще и представил себя как художник-живописец. И его работы, они необыкновенно яркие, сочные, не настолько мажорные цвета, не оставят равнодушным никого. И в заключении этой экскурсии мы были в его мастерской, где были живые краски, сырые еще краски. И мы понимали, где рождаются шедевры. После таких поездок и встречи с мастером, признанным мастером, конечно, у многих детей остается впечатление надолго. И это все притворяется в жизни, притворяется в новые работы и в новый какой-то виток творчества. Можно взять тему и раскрыть ее, что называется наполовину, говорит Маргарита Ситникова. Но детям, которые победили в этом конкурсе, удалось затронуть сердца именитых художников. И тут во многом заслуга не только воспитанников центра, но и их педагогов. Это очень важно для детей, участвовать в этих конкурсах. Потому как нигде, как именно в этом виде деятельности, ребенок не самоутверждается. Он понимает, насколько он получил знания, насколько он умеет то, чему учится, то, что его интересует. Поэтому, конечно, участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах для ребенка очень важно. Что касается нашего центра школы, ну, естественно, это наша репутация, это наш имидж. Это говорит о качестве работы наших преподавателей. А преподаватели в нашем центре, мое мнение, это самые лучшие. У нас все преподаватели с высшей квалификационной категории, с большим опытом работы. Наши дети получают по-прежнему элитное образование. Элитное образование, потому что это образование, в принципе, дорогое. Это очень большое счастье в нашей стране получать образование в бюджете. Более того, что я хочу сказать, да, дети изменились. Вот на протяжении того времени работы, как я работаю в школе, 10 лет назад одни были дети, 15 лет назад другие, 20 лет назад другие. Но интерес, интерес к искусству у людей не угасает. Елена Лунина, Юрий Цуркан, 33 канал.